Традиционная августовская педагогическая конференция состоялась в Центре образования номер 7. Его руководитель приветствовала собравшихся и обозначила планы работы на перспективу. Вся наша работа с вами будет направлена, нацелена на исполнение пятилетки развития нашего губернатора Куйбышева, а потом, наверное, будет пятилетка развития президента. Десятилетие, да? Ну, еще лучше. Поэтому я желаю вам, всем, во-первых, выполнить программу пятилетку развития, а затем десятилетку. На роль педагогов в воспитании детей внимание акцентировала заместитель главы администрации по социальным вопросам Ольга Третьякова. Как уже было сказано, министром общего и профессионального образования Юрием Ивановичем Виктугановым, а также заместителем губернатора Свердловской области Павлом Владимировичем Крековым, перед педагогами сегодня ставится задача не только в качественном обучении своих учеников, но именно и в воспитании. Многие из вас скажут, а где же родители? Я с вами полностью согласна. Но, к сожалению, мы с вами живем в век потребительства, где все считают, что многие должны, многие обязаны, особенно родители наших учеников, которые росли и воспитывались в тот промежуток времени, когда были разрушены старые идеалы и не создано ничего нового. Конечно, не все все не живут по такому принципу, но статистика по совершенным преступлениям среди несовершеннолетних, а также состоящих родителей на учете говорят о том, что придется заниматься воспитанием детей именно нам с вами из самого раннего возраста, то есть детского сада. Начальник управления образования Римма Терехова информировала педагогов о том, какая работа ведется в городском округе по обеспечению детей местами в дошкольных образовательных учреждениях. Добавим, что в этом году детские сады посещают без малого тысяча детей. В сентябре 2016 года получена лицензия на ведение образовательной деятельности в здании детского сада «Росинка», реконструкция которого была завершена в декабре 2015 года, что позволило значительно сократить очередь в дошкольной образовательной организации и предоставить услуги детям в возрасте от полутора до трех лет. В 2013 года численность очередников, состоящих на учете в автоматизированной информационной системе Е-услуги, сократилась на 273 человека. Отдельная Римма Викторовна остановилась на работе школ. Существующая сеть общеобразовательных организаций городского округа позволяет обеспечить обучение в одну смену во всех учащихся города с запасом более 500 человек. Общая емкость зданий, предельная численность обучающихся в одну смену – 2475 человек. Обучение в две смены организовано только в Центре образования номер 7. 274 человека обучалось в 2016-2017 учебном году во вторую смену. В городском округе нет потребности в строительстве новых зданий общеобразовательных организаций. Проводится работа по передаче в оперативное управление образовательной организацией новых помещений. Без внимания не остались и результаты прошедших выпускных экзаменов. По официальной информации, успешнее всего ребята справились с русским языком, историей и физикой. Более трудно детям дались математика, профильный уровень, биология, химия и общество знания. В завершении встречи некоторые педагоги были отмечены благодарственными письмами.